Привет, бегуны, бегуни, а также все сочувствующие! Сегодня вы увидите страшное, испытаете шок и печаль. В этом обзоре я буду ругать кроссовки Альтра. Разберу по косточкам последнюю версию парадигм седьмой итерации. И постараюсь доходчиво объяснить, почему для бега они подходят не очень, а вот для повседневной ходьбы практически идеальны. Так что натягивайте шорты, шнуруйте кроссовки, погнали! Среди всей асфальтовой линейки Альтра парадигм одни из самых популярных. И год назад я уже снимал обзор на прошлую версию этих кроссовок, и мне тогда уже стало непонятно, почему их так часто покупают. В том обзоре я назвал их ленивыми кроссовками. И в новой седьмой версии ровным счетом ничего не поменялось, поэтому и этот ролик я назвал также, добавив хайповую приставку в названии. И если вы этот ролик смотрите, значит кликбейт сработал. Эти лапти, иначе я назвать их не могу, простите, не располагают к активным движениям. Они очень свободно сидят на ноге, и как бы туго вы не затягивали шнурки, ощущение единения с кроссовком добиться не получится. Когда бежишь по траверсу или пытаешься сделать резкий маневр, поворот, штурмуешь подъем или спуск, стопа внутри постоянно гуляет, куда ей вздумается. И высокая пятка, и средняя часть. А хотите прикол? Производитель заявляет, что это кроссовки с поддержкой. Ну, альтра с поддержкой в принципе звучит смешно, поскольку это совсем не та поддержка, которую мы привыкли видеть, например, у бренда ASICS. Но она тут действительно есть. И подробнее я расскажу о ней чуть попозже. Вопрос в том, почему они так популярны. Кто их постоянно покупает, да еще и в таких количествах. Мне кажется, я нашел ответ на вопрос. Но сперва давайте рассмотрим поближе Альтра Парадигм седьмой итерации. Как я уже сказал, это асфальтовая модель, предназначенная для самого широкого круга бегунов и бегуновых задач. Они вполне мягкие, довольно легкие и по всем характеристикам очень похожи на модель Торин, обзор на который недавно вышел на канале. Толщина подошвы 30 мм. Используется топовая пена от Альтра под названием Иго Макс. Подметка с большим количеством различных канавок для максимальной гибкости. Довольно живучая, изнашивается медленно. И действительно, кроссовки очень гибкие во всех направлениях. Амортизация хорошая, но есть нюанс. Вот посмотрите отрывок из прошлого ролика про Торин. Что интересно, у модели Парадигм, на прошлой версии которой я уже снимал ранее обзор, подошва точно такая же, как у Торин. Те же 30 мм толщины, та же пена, та же подметка, но при этом ни старая, ни новая версия не настолько мягкие, как Торин. Не знаю, с чем это связано, но скорее всего дело в форме пятки. Посмотрите, у Парадигм подошва как бы выступает сзади. И если посмотреть на кроссовки сверху, то видно, что и по бокам пена у Парадигм выступает значительно сильнее, чем у Торин. Возможно, из-за того, что у Торин как раз такая компактная пятка, она ощущается мягче. У подошвы нет перепада, то есть толщина высочной части и пяточной полностью идентичны. Никаких пластиковых ставок, никакой пены увеличенной плотности. Здесь ничего этого нет. Так как же реализована поддержка, спросите вы? Смотрите, с внешней стороны есть вот такой наплыв, и с внутренней чуть побольше. Особенно хорошо видно, если смотреть с пяточной части. Эти два наплыва производят так называемую центровку пятки, особенно в момент приземления. Это и есть вся поддержка. Альтра даже называет это отдельной технологией с названием Guide Rail. Красота! Но и это еще не все. У конструкции верха также есть элемент поддержки. Давайте разберемся, как он реализован. Верх современный, симпатичный, довольно прочный и живучий. Вентиляция очень хорошая. В них не жарко и в плюс 20, и в плюс 30. А почему бы просто не сказать, что кроссовки хорошо дышат? Дышат. Кроссовки хорошо дышат. Бесишь. Подскажите, пожалуйста, а эти носки хорошо дышат? Нет, они не дышат, они мертвые. Верх очень легкий, из единого куска сетки. Швов очень мало, и все, что есть, закрыты ламинацией. Правда, есть один нюанс. Вот мои тестовые кроссовки, и уже на второй неделе эксплуатации ламинация в этой части вот таким образом отклеилась. Но это ни на что особо не влияет, кроме внешнего вида. Как раз тут мы видим ту самую поддержку. Два стрепа, которые снизу пришиты под стелькой, а сверху к ним крепятся шнурки. Как раз благодаря этим стрепам охват стопы в этом месте кроссовка улучшается. Язычок пришит только в одном месте спереди, но при этом при забеге на любые расстояния он не пытается куда-то сползти в сторону и создать нам проблем. Толщина средняя, и от пережатия стопы шнурками защищает очень даже неплохо. У прошлой версии шнурки были отвратительные, и я их поменял сразу же. У новой версии этот момент исправили. Шнурки действительно хорошие, они плоские, довольно мягкие, немножко тянутся, отлично фиксируют стопу, и ни разу не развязывались. Пятка имеет среднее количество набивки, сама при этом очень мягкая, и стопу не фиксируют от слова совсем. К тому же материал внутри сделали очень и очень скользким, ну так, чтобы пятка там просто вообще во все стороны гуляла. У Альтра три ширины стандартной колодки. Это средняя, стандарт фудшейп. Но внутри кроссовка стопа чувствует себя настолько свободно, что складывается стойкое ощущение, что это самая широкая, оригинал фудшейп. Вот это Виа Олимпус с самой широкой колодкой, но даже в них нога сидит гораздо плотнее. А вот это Торин с точно такой же, как и у парадигм, средней шириной колодки, но при этом нога в них сидит, как влитая. А как же поддержка, спросите вы? Ну на самом деле она работает, она хоть как-то связывает стопу с кроссовком. Вот если бы не было ее совсем, это бы действительно были бы просто лапти. Так как же так вышло, что это одни из самых продаваемых кроссовок в ассортименте Альтра? Нет ли тут некого логического несоответствия? Для бега не очень, но дико популярны. На самом деле нет. Если вы когда-нибудь работали в розничной торговле, то наверняка знаете, что в подавляющем большинстве случаев кроссовки покупают просто для обычной поседневной ходьбы. А если с торговлей вы не связаны, то просто поверьте мне. Есть целый мир людей, предпочитающих носить босоногую обувь или бэйрфут. Подаваться в подробности этого явления я не буду. Если интересно, погуглите. И в 99% случаев у босоногой обуви очень-очень тонкая подошва. Настолько тонкая, что будете ойкать, наступая даже на самый маленький камешек. Я уже молчу о том, что будет, если попадется стекло. И многим людям это-то и не нравится. Поэтому для повседневной носки они и выбирают беговую босоногую обувь Альтра. У нее привычная и комфортная толщина подошвы. И при обычной ходьбе все минусы этих кроссовок становятся их плюсами. Излишняя внутренняя свобода, которая при беге не нужна, для ходьбы подходит идеально. Для себя эти кроссовки я определил как модель чисто для повседневной носки, как и огромная армия поклонников, сделавших их такими популярными. Не бывает плохих вещей? Хотя нет, конечно, бывают. Но слишком часто мы просто что-то используем неправильно. Бегайте, ходите, гуляйте на здоровье и удовольствие. До скорых встреч!